Привет народ YouTube! Получил большую посылку с гербеста и доставили почтой новая почта так и называется да новая почта обычно там присылали маленькие посылочки там по 10 по 20 грамм а тут видите решили взять это служба доставка из дорогих поэтому по всей видимости так смотрим упаковано да красиво красиво кроп фирменная что это у нас тут сайт изготовителя но я брал на гербесте ссылку оставлю здесь у нас штрих-код сделано в Китае вот с торца тут тоже название самого пылесоса вот он так выглядит в общем с другой стороны ничего нету и вот с этой стороны кое-какие значки имеются вот и с этой стороны тоже i-life надеюсь правильно назвал так добренько сейчас мы все это дело сковырнем немножко условия ребята не те у меня сейчас в квартире ремонт делается приходится вот такое большое оборудование распаковывать не совсем удобных местах х в этой коробочке оказалось еще одна коробочка ребята смотрите еще одна коробочка в этой коробочке еще одна будет коробочка что-то высыпалась высыпалась у нас переходник их родной 10 ампер 250 вольт тут что-то еще приклеено ну да я заказывал так они упаковали красиво запасные веники я заказал закручено написано на них r и l левый и правый упаковка белого цвета с этой стороны тоже картиночки всякие скажем рекламные с этой стороны опять информация с этой стороны тоже самое так здесь open написано возможно не видно белым на белом неправильно открыл так перевернул наоборот теперь я правильно открываем хотел сказать опять коробка вот так и сказал это просто картонка так документация что там написано думаю упаковано полностью тут две штуки значит как подключать где чего находится где какие кнопки как устанавливать его газета целая это на разных языках так русского нету ну еще разберемся так еще один user manual все по очереди как составлять собирать пульт управление где что находится ремонтный мастерский чешут тоже на нескольких языках по ходу да так ладненько стороночку можно подвинуть вот такой здоровый аппарат в дальнем углу пульт довольно симпатично выглядит пульт батарейки есть у него батареек батареек нету надо идти за батарейками хотел на дисплей посмотреть но в общем тут ловить нечего вся информация в общем дальше что у нас тут два фильтра фильтры по ходу бумажные не знаю самому можно такие сделать или придется покупать ну понятно мелкая пыль по-любому всасывается куда-то девать надеваться надо еще одна коробочка зарядное устройство здесь у нас 19 вольт 600 миллиампер нестандартное напряжение все ради аккумулятора зарядная сама площадка скажем так парковка глянцевая такая такая на светодиодик будет светиться легкая силиконовые подножки кое-какая информация ну и сами контакты подпружинены подъехал и вперед крышечку открыл свою батарейки пайк повар китайские тут еще у нас что то есть давайте еще заглянем что это у нас тут есть еще одни веники так щёточка чистить наклейка показана туда загляни еще туда да это запасная по всей видимости тряпочка вот с этой стороны видите еще все больше тут ничего нету на место да это у нас влажная уборка ну и как всегда ложат блин вот видите согнута будет уже ерзать бы неправильно там на чем липучка обычная липучка на липучку цепляется наконец-то дошли мы до пили соуса так обратно сторона еще щетки ну надо же сколько у меня щеток этих крутится тугенька вот это зарядные площадки у нас колесики датчики я смотрю чтобы не упасть вот это раз вот это два и три л левый правый двигатели с редуктором тут тоже кое-какая информация пожалуйста ознакомьтесь так это у нас что тут сюда засасывает по ходу да а тут выходит воздух сзади слышно как клацает немножко разный и спереди тоже клацает интересно она еще тут светилась так с этой стороны оба я поторопился зарядка принудительная сзади тоже такая декоративная полосочка так что у нас тут внутри крышечка и сам бокс так тут у нас всас идет сюда всасывается в коробке остается и еще один фильтр уже предустановленный в общем ничего сложного все ставится нормально тут защелочка тут сеточка видите надо вытащить мелкая сеточка что пыль задержится по-любому ну эту херню помыть можно ежели что все ставится запахи такие тут новые летают будет время как-то ребята разберем такая фиолетовая полоска идет наверно на камеру не очень видно написано нажми на фиксатор светится наверное рабочий рабочий режим так попробуем включить где это у нас с правой стороны засветился три индикатора что они делают ждут сигнала с пульта управления так сейчас я подготовлю тут хотя бы место на столе потому что все вырубился потому что ребята пол кривой грязный я не могу туда ставить жалко оборудование лишнее поубирал батарейки поставил тут информацию сразу показывает так включая среднюю кнопку наверно что я круговую поставил по кругу гоняет а край прикольно если край то он назад обращается видите я на столе гоняю что обиделся на площадку объехал посмотрел что выехать негде почистил и хватит с тебя сейчас посмотрим что он там нашкрёб ух ты это сенсор геопаны ребята я еще искусство не читал поэтому извиняйтесь это у нас так сказать обзор работоспособности работает работает на запросы отвечает со стола не падает все а дальше я разберусь с ним и сделаю еще видео ну походу третье видео будет когда мы заглянем во внутрь все таки разберем его поковыряем сейчас он походу гуляет как попал уже не по программе все я его остановил короче хватит играться подпружиненной так давайте внутрь заглянем насколько чистый у меня стол ну кое-что нашкреб наверно на камеру не будет видно вот здесь немножко видно мусора что я тоже перед этим почистил ловить нефиг вообще не он что-то насобирал смотрите мусор видите все даже на столе чисто что-то нашел может это его мусор а не мой ладно ребята на этом я буду прощаться всем спасибо за просмотр ставим лайки и комментарии подписываемся на канал и до новых видео всем пока 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 нет потому что Продолжение следует...